анонс как владимир дон владимир и донья надежда эсперанца как они тратят свои деньги ну я бы сказал что меня по крайней мере они не обдирают у меня цена как было так и осталось но ведь видишь вот смотри один из них он такой приятно он такой худенький подтянутый а второй они все ли равно кто в смысле кто это я на я на камеру говорить не буду но на камеру я говорить не буду но нет ну у меня же двое детей ну ребята ничего не значит нет ничего нет когда я пока как когда и если я попробую я скажу что так покраснел он не покраснел покраснел он побледнел 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 в любом случае то есть или или темнит сблигнулась ему то есть какой-то эффект это вызвало на этом полиграфия все идите тратьте деньги это на фарт чтобы деньги чтобы деньги были потрачены так так как надо нельзя нельзя надюша нельзя я же снимаю потерпи осталось чуть-чуть вообще-то еда вот там вышки на поле да не подожди накажу а где чайники электрические так вот на что я-то думал что-то интересное будет так я делаю спойлер срываем по кровавсе дон владимир ищет электрогриль и найти мы его не можем здесь здесь обогреватели и все ага донья эсперанца раньше здесь все было а ну то есть теперь все поменялось надо что-то иногда какой-то движуху совершать чтобы ну чтобы народ больше ходил не знаю чтобы сказал ходил что-то спрашивал циркуляция чтобы шла по магазину циркул циркулась он начнем вот маловато доставай и смотри того с хорошим но он похож на гриль а вот еще что-то смотри вот этот вот еще на кин вот да это у него из алюминия у него три аджаста был грилинг позишн то есть по толщине я так понял это мы не это практически одно и то же это из алюминия их можно снять и помыть отдельно смотри пять различных настроек термостата а я думаю что наверное вону смотри что он может что он не может self-adjusted to play то есть она сама прикладывается сама на разную высоту 2 нон стик котинг лаерс 2 не стик мне непригораемых вот этих вот покрытия но 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 снять их не нельзя не снимают а эти можно снять разница в цене 76 евро так 4 риму ва был риму ва был и можно мыть посудомойки снимается но мне непонятен процесс регулировки высоты потому что вот в этом мы прижимаем при любом раскладе то есть она сама раз и становится так как надо на рамки на этой а здесь мне непонятно как регулируется высота если допустим она чуть выше или чуть ниже так все взяли вот этот вот ну по идее да вова ну все короче сколько пятьдесят шестьдесят пять шестьдесят шестьдесят пять евро пускай среди надо мальчиком будет красненький какой красненький да пошли английский ага а посмотри какая красная вообще есть микро в микроволнов офигеть мандин и смотри она поехала саму у нас не такого оттенка мебель и какой-то клипкой а во втором штампованная сразу одним от штампа от штамповали и все мы не пользуемся микро волнов только что вот показывали как они все правильный выбор все вы закончили тратите день деньги они это что это такое вот это капсул капсель а я вам расскажу про кофе машины я смотрю я смотрю канал про жизнь германии и там не бедные люди семья покупали себе разные кофе машины почему пришли в итоге к туркам ну да скажи мне что вот это такое капсулы что в ней там кофе определенного сорта капсулу эту ставишь вот сюда вот сюда чашечку из и эту капсулу ее и покупать еще нужно понятно то есть как патроны перезарядить нельзя пошлите понятно клярова ли 10 евро и 9 какая прелесть ваши лучшие у меня удал у меня удобней штанов чем вот эти вот в жизни не было вот я я клянусь вот это штаны с поддона владимира вот мне надюша дала и не знаю почему дон владимир их забраковал надюши ехать забраковала просто я на велике в них они не натирают они ну это штаны они просто были сшиты помни изначально ну вот я не знаю как их носил ты потому что они сшиты помни возьмем волшебных леденцов вот этих которыми ты меня изредка ухаю угощаешь все чаще часть ну вот они да я их узнаю законе то увидишь 450 за 455 лимончиком нет возьмем значит это цены с прополисом витамин c c контейнер изменяющий вкладывать раньше они просто стояли а потому что ходят вот как ты говоришь всякие товарищи до которые смотрят на них и думают а почему мне его в карманчик не засунуть а рамку наверно наклеить лень вот эту знаешь резонационную как она правильно называется ну в декатлоне просто каждый товар он с рамкой ну в декатлоне ж ты ж покупаешь как кладешь вот в эту штучку она пикает а когда не пикает то берешь этот и ну тебе же это нежелательно боже какой вот мужчина вот это вот как я в молодости вот то же самое не хочу ну а как же если вижу ну да 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 естественно я же тоже всех своих в своих жен опять пора какие булочки вкусные они наверно вкуснее чем в меркадоне я не думаю не думаешь я думаю белая мука и белый я на ибицы самаре я накануял воде они все это делают слушаем на обратно осматическая вода обратно осматическая вода везде ну что вкусная штука это именно их не их цена 6 евро 68 слоеное тесто ты ел это такое очень прикольно сахара очень много как быть ну 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 нет тесто слоеное не очень сладкая фрукты же они на виду это как бы видно и понятно вот в этом во всем конечно дофига вот в этом во всем приторного то сказать а вот это так ничего когда и где вы родились ты вот у них стоит так смотришь вот до сегодняшнее число 7 число свежий то есть ты думаешь стикер не переклеены да видно что они свеженькие вали кляру а наборы разные все одинаковых нету отличаются видишь одинаковых вообще нету все разные это подороже зато как подарок а цена отличается вместо 8 этот 4 а кляру кляру а понял то есть они примерно считают все в одну цену да в тот раз ты брал какой вот этот вот по-моему ты брал вот из этого что-то мало соли интересно убери да так закрыл нажал можно было и потоньше нажимать нет толстоват мне кажется открыли нет нет достал положил тут тут целая процедура тут надо еще положить так чтобы она никуда не упала да ну как бы да все не шевелись давай что-то все-таки что это изюмчик изюмчик не оливки вот это вот сомнительно как как-то здесь можно достать уронить как-то вот мне кажется такое да я бы желал чтобы как-то вот она была наверное более ну то есть она нарезала бы если бы она как-то бы сама бы это подавала бы то есть что-то вот надо подумать я думаю знаешь что вон это скорее всего не для нас было сделано а для них они взяли это и развернулись скорее всего это промышленная ну она видишь и дизайн вот такой но под промо да да я думаю сто процентов вот это вот мы даже не смотрим все вот как русские которые живут в испании тратят свои люблю сахарочек да чуть-чуть а подожди ты же сегодня имеешь полное право ну ты же тебя же про это почистили да ну все так это если кто не смотрел наше видео самый обычный натуральный простой кефир вкус из детства до ну не то чтобы конечно он отличается российско-советского ну я кефир брал в меркадоне вот такого плана тоже тоже кефир написано не слишком кислый не такой кислый он больше такой как пробиотичный да 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 это что такое обезжиренный ну не снег обезжиренный это нормальные слайсы ага богас мне как бы я же люблю реже сыроед да мне как-то это не такой кальцированный кляру и медиков а так мы пришли на стойку с крутыми маслами голландского масла как бы мы не наблюдаем банки который подается в супермеркаде город англия поэтому возьмем значит буру плату и немножко то есть вот это вот именно топовая супер вкусная крутая сливочное масло литаренцы да у вовы у него мулечка нужно брать всегда подальше чтобы она не было похолоднее посвежее мы в термосе берем же два разных термоса в одном из них ромашка с мятой а в другом обычный черный чай слегка подслащенный тоже спятый для разнообразия люблю гуакамоли и последний раз был в консуме но он там с перцем с чили мне это не показано но пришлось как-то сегодня я доел это для меня очень остро а вот меркадоне в божесть божественный божественный вот давай посмотрим на этот что это представляет гуакамоли без глютена без лактозы без консервантов 95 ну вот я думаю что это такой меркадона образный я сделал перерыв небольшой я маленький не беру она меня только раздражает я когда как мы когда раньше надюша ела я брал большую но и цена здесь конечно вот наборчик такой скромный вот 14 евро ну самим представьте накрутить сколько можно я когда крутил вот я думаю если тех с кем я крутил эти суши меня смотрят соврать они мне не дадут ну 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 это французский субботний рынок я же уже сказал только вот он здесь что старбакс что это просто кофе что этот я спрашиваю тебя что это это вот это есть вот эти вот капсулы которые будут вы знали сейчас обсуждали то есть можно вот копить кофе старбакса дома но это все равно уже какой-то скорее всего этот это не это не с кафе ну то есть это то есть это не когда при тебе насыпали пошли пошли нет это все для того чтобы побыстрее там ты же ты же знаешь что настоящий урман они зерна еще в конь в конь в коньяке обжаривают иногда ну да 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 ну про мед мы сказали уже что это не мед мед у них падается вот там в отделе между овощным и фруктовым у них стоит кстати вот ремарь и марка небольшая я думаю как раз вот от вот таких вот сделать сделано в пакетиках вот в этих вот про леденцы да 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 вот это вот они аж я уже снял что ты идешь все достаточно что-то на лишь купила что-то пожрать а рак лет ты планирую как тебя ты посмотри как тебя накрыла а вот этот вот мне тоже понравилось но он для меня острова слушайте я и кажется а ты что не видишь она вот такой она может одеть и пойти в нем и скажу так она так и было слушайте но я прикалываю преступления какие-то так вам же нельзя вышли на это слышите я с вами шучу а вы мы прикопаем мы прикопаем вот это вот при как прикапывательница я поеду и прикопаю всех а что а вова подойдет подожди ромашковый чай большая ромашка что пакет я не вижу ищите большой пакет что пакетный ромаш большой да не вот это такой большой пакет ромашки ну вот ромашка это не ромашка вот это ментал сила какой-то хорош больше упаковку надежда тоже они смогли похоже как в аптеке про продают как больших вот она только у него цена 5 евро они они спрятаны вон они там где валенсийцев шиповник называется собачья роза как собачьи кто роза а собачья роза гибискус и биску и биску дебискус это наверно все-таки это какой-то них волчий цветок или же нет ну вот же шиповник ну что похож но по вкусу по вкусу так что-то на шиповник не очень тянет привычный нам шиповник короче в березку в сказку и там есть шиповник все это чисто местная тема карлос вот такие брал и они на вкус конечно иногда они отвратительны и варят похлебку зимнюю такую сало кузне и овощной набор репа там еще что-то слушайте за 2 евро отлично сварить похлебать супер экономика набор с корнеплодами и смотри цена тут сколько 5 за килограмм ну что для гриля до даже без кожи а грудра а грудра вы не хотите в грудку разрезать и грудку прям целую мы и так я постоянно ездим а понял все кляру бедра на кости 70 где есть такое желтое мяско куриное а ну слушай мне не нравится она она жестковато у это что такое тоже верма шавуха до шавуха но нас какой-то на нет шавуху мы жаре с надюшей не вкусно я помню ты сказал местах кукут да куда надо ехать за шавер мой вот туда вот на что если как-то эти бегут там прессованное все-таки мясо и это не то что когда-то в девяно в начале девяностых у каждой станции метро в москве в петербурге они нарезали там были там у вас такого я думаю даже в турции они не везде уже есть функции на думаю что есть германии где турки именно держат большие там наверное есть или мясо или рыбку не выкидывайте если что я буду есть вот приведем лёгкую на корме нет меня вы мне в боксик собрали и все я как собачка пришел взял да я приду сегодня за милую душу извиняюсь я не знал извиняюсь ты что-то нельзя тут надо очень тонко знать с какой едой дон владимир готова расстаться а с какой нет у меня настолько медленный метаболизм что я ничего не жду слушайте по мясу здесь конечно вообще ты посмотри а ну вообще вова а вот это вот ты прошел ты какой-то ну то есть то есть вы или вы или из курицы или рыбка хотя мне нужно медики чтобы я ел чтобы ее красное мясо ну она тебе не везет все вот фаршик еще там из я обычно беру вот порядка чуть меньше двадцаточки вот это 1889 она везде консами бракадони она везде вот одного 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 ценовой категории вот постный кусочек они еще по моему желанию или даже иногда без желания обрежут все лишнее совсем обветренное чуть-чуть чуть-чуть полкило она мне на фаршик все это пропустит пустенький и перчик нафаршировать там или ризот ризотто сделать с рисом си кляру я же написала вчера тимуру у которого узбекский ресторан по поводу который был в торренте видел да это реклама такая навязчивая у него была не навязчивая это я ее распространяла так ну в своем вот он написал здорово придумано я всеми руками за но мы сейчас приезжаем на русавку ого без великов спокойненько народ не хочет ехать в торрент далеко далеко вот исходим покушаем как-нибудь на русавку и так там и да с ним интервью и самый прикол что это будет теперь не узбекско-турецкий ресторан а узбекско-итальянский он партнеров пригласил итальянцы чтобы привлечь публику как-то это как-то это будет узбекское и итальянское это совсем нового это как вот у меня даже у турков у турок в центре у них все-таки европейская кухня возможно и их какая-то там национально их не пицца макароны там киты поста ну интересно будет надо чтобы люди знаем вы знали приходя к ним что они могут они может сегодня не хотят есть какой-нибудь кифту а хотя макароны или пиццу селить до кляру баранину лошадку не дам покупать и вообще того кто подает лошадку я прикопаю вот и сделаем забубением тот же самый как она называлась бишь бар мак только с барами с другой стороны некий мед некий мед некий мед да но все равно не сравнится с тем из галисии который вот в картингрессе я бил по 11 евро баночку вот это мед 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 вот это вот по идее настоящему по идее да ну так ну да ну да ну да это очень конечно очень-очень ну настоящий пыль да вот это настоящее что с этим делать под язычок чуть-чуть кладешь и все пол чайной ложечки и раз растасываешь сосуды все что хочешь ну вот это тут пыльца очень полезное приятно берешь чуть-чуть вова просто полезная штучка это что соты тоже запакованы ну мы брали вот все сорта здесь вот да что ты пристала слушай мед он настолько рая настолько разные выживает надяну ей богу а ну ты прямо знаешь никому ничего под сон под солнечниковый до гречишны до а липовый нет вот сколько ты сказал на соточку больше сейчас мы будем отоваривать купон на 6 евро кстати да вот этот про который было в том кстати я это видео сделал или нет а вот то есть народ уже знает он назывался да а это был очень длинный заплыв у нас да 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 а почему фреса какая вот буква м что это размер нет а что это может акциях не знаю сушнито это размер все нет нет никак не размер а что это может а ну просто что-то составлять слова до из букв же о п и а составить слово вечность вот вот так вот это звучит они из льдинок слова жопа это у начинать до гриль а пойдем посмотрим все уже уже посмотрели тридцать четыре идите так надеюсь ночью черный юмор ну что да 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 мы выходим так подожди так мы смотрите на 3 пакет так аку у кого купон купон так подожди сколько сколько я сказал что больше 100 сотки бы там не видно вон сейчас она это он последняя на пробила так какой тут час за сотку 100 120 будет сто процентов я наоборот это кин вот я могу нести вот так скидка 6 евро где вот она вот володя дался вижу вижу о 106 до вида да было 112 стала 106 а больше а сейчас она никакой нам скидки не даст мы же еще купили это было бы слишком но почему подожди ну мы же скупились не дают они два раза подряд купоны такие жирные ну чё жирные то заплатили какой купон до 112 и заплатил 6 да 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 дома из тем раза плотину вот так народ купон был на 6 было 112 стало 106 а новый купон нам не дадут подожди вот из этого аппарата сейчас посыпется бумажки и там будет интрига так и вот этот купон сейчас будет точно ну-ка это там страховка а купон где ну-ка давай смотреть да возьму я не неси нету купону не бывает о чем пор 69 а оптениду 123 евро 123 евро до всего ну не все шкату масленица точно подожди это гора это гарантия слушайте но один как-то как-то совсем скромно они жила бы сегодня ну зато видишь много а а ты взял кефирчик по досу не даду сыр досу не даду да 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 кляру ладно вали но я вам скажу честно я думаю что сейчас опять пятерочка нам прилетит да я на скамеечке расположусь так мне не нравится что у вас сказал как контролировать куртку просто если ты увидишь какую нить обратно надя да ну ты чё вот что вы меня я про прикопать твое вот это вот слушай вам же нельзя здесь без предельничать вова там уже какой-то делать девочки подкатывает сейчас она ему все сделает бесплатно а ты взять вот сюда это пускай так и стоит да и он когда их фотографии многочисленные с моими вещами фотошопил он говорил убери я видеть их уже не могу вы про что сейчас про девочек про девочек модель про твоих знакомых девочек а а а а симпатично нет нет конечно кому сахар ты себе берешь то есть вы видите с чем зачем с как рантье берут сахарок из данной нормально да но при этом но при мне вова постоянно говорит что нельзя нельзя брать из полей вот это вот лук что-то но там но это же ну ладно но все равно ну как-то ну лук взять с поля одну одну луковичку мне кажется да но я это не считаю за воровство но не должен пройти инициацию обряд инициации что-нибудь коммунизм убить кого-то подрезать что-то ну да подломить хату подломила поле подломить хату боже я оставлю вот это понятно если если что если что там в начале видео будет дисклеймер что это все постановочный фарс да это все шутка да 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 все это да 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 все отлично да сейчас вот мы будем вот это вот есть это похоже на пельмень который просто с сахаром об это надюша уже об об это самое да ничего все нормально уже все об мне даже в чай что-то прилетело да а плюет да только шум в глаза только не летела я умоляю так там и стеркнут в глаза чтобы чистая ну какая-то эстетика общение сохранялась руками дала вот мне надя рукой только что взяла надо что тифозная мэри что ли не нет неким поздно я тоже вот чистыми руками я даже не я даже не помню что я и метро ты трогал и когда ну контент вот такой идет ты видишь вот вова ну что культура так и прет интригентная семья папа с мамой матушка ела как ангел папа интригиднейший человек и вот девочка такая вот такая цифровая с улицы немножко просто где-то воспитание видимо или а улица чуть-чуть внесла я замаживаю просто дело в том что мне каждая вот такой вот мне мне надо указывать упоминаются ли рекреационные наркотики упоминается ли марк сигареты а сигареты а все тогда да какие тогда были на это же семидесятые воде же помоги взорвать бери лапы а жалко что не упала вот прямо в чашку вот это вот было бы мне у него руках как как у снайпера вот это культура да это твоя а это мой кусок да твоя развалина ага вы на у тебя тоже пасть держи вот этот на этой штучке лапа вообще даже особо не раздевал у меня пасть такая огромная вот это вот это теперь вот это культура вот это мы с вами творческая интеллигенция на пополам давай давай ты давай сюда иди опа опа штука что-то только шоу волос что-то всосал я не успел снять а фитролина а так ну мы во вторник на этом у танк или как называется я писал мук банк ну это ромочка мой друг он постоянно он да он постоянно мне тоже дает сколько можно жрать на на камеру да рома тебе привет ты видишь мы по крайней мере мы знаем что ты не любишь что на камеру ты видишь ни один подписчик такого посвящается рому рому так все я красавец у меня ничего не идея нету ничего нету нету вот это твоя козлиная оборотка чистака как трусы девственницы да подожди вовочка подожди 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 это коня это конячка то подумать это а то подумать это что мы еще какие-то звуки издаем нет 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 когда я вот шучу на на эту тему надо ли платить вы сразу хай поднимаете а сейчас она сама она дали мы думали может и может и может и у ее упал уболтал так а мог живить нет не надо это не 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 интересно лотерея там хоть 3000 можно а здесь шо шарик этот халим он тебе нужен не надо ну ты кошелек то так не оставляй нам я стригу поляну я стригу поляну боже бандерша нет на самом нет ребятки на самом деле вы понимаете мы про ну как мы я про банду не могу рассказать все что я знаю понимаете потому что тогда формат поменяется не надо знать все но как бы вот как сказать вот эти вот весь этот вот базар он скажем так не на не на пустом месте но на основе да он нам он нам ну как бы вот как вот дать понять что как бы это шутка но в каждой шутке доля шутки ну ребята мы росли формирование росли формировались 90 уже были взрослыми очень молодыми но взрослыми людьми которые сами зарабатывали естественно мы варились во всем вот этом вот в питере в питере ты скажи что это был питер цепи пиджаки малиновые это все было частью нашей жизни я работала в ночном магазине продавала финский алкоголь естественно приезжали очень тревожные люди ну определенная публика если бы я сопли жевала то может быть с вами сейчас не разговариваю было бы прикопано а я бы бесновался в поисках и потом бы всех пришел все все еще раз начало вот прямо вот держи сам вот так вот на вот держи на себя вкратце по деду по истории мои предки осел там и вот это дедовская линия она пошла вот по данным ВОЗ 14 процентов населения Вологодской области и 14 процентов населения Рязанской области имеют специфический ген свойственный скандинавским народам финны не совсем а наша деревня где родилась мама где жила моя родобое моё по идее село оно находится на территории так называемого Вепсского края из Варяг в Греки это Мурманск Мурманская область север Вологодской области это рослые это голубоглазые очень светловолосые люди и вот такие вот носатые финно-угорская ингерманланская скандинав но бабушка она типичная волокжанка со всеми вот этими утекающими отсюда вологодскими делами славян от угоров и скандинавов отличают форму носа хурносые а я такая грабоносая у меня нос но отец у тебя у моего отца а бабушка типичная волокжанка и все ее бабушкино отсветление это все вот эти вот вологодские чухари а скандинавы носатые какие а папа у меня тверской и фамилия его происходит от графа который держал там имение и я подозреваю крестьян кто-то из предков по отцу он какой-то скорее всего внебрачный сын какой-то графский потому что физиономия деда уголовника физиономия отца никак не располагает к какому-то крестьянскому происхождению то что они родились и прожили крестьянскую жизнь не значит что они как оно видно что человек не за кобылой стоял внешность у володиного отца была вот типичная вот этот вот юрий гагарин первомайский плакат вот эти все вот такие вот русвалносы улыбчивые такие он такой плакатный человек 32 зуба такие вот с плаката мир трудной он называется модельной внешности советско-модельной внешности ну по-моему мама говорила что это был конечно первый красавец да оно собственно говоря по вам и видно нет Володя на него я как художник говорю абсолютно не похож ни одной чертой лица не похож по характеру похож на отца он все ушел материнскую породу то есть все вот эти вот противоречия отцовские они есть во мне что ты снимаешь у меня в роду у меня в роду у меня в роду нет я паузу запомню меня в роду тоже как и лёхи поляки украинцы белорусы русских нет есть немножко татар русских ну татары они у всех наверное есть потому что они прошлись так далее у тебя да до туда они они там не были просто а мы то южане ты же понимаешь у нас тут еще раз покажи что они татары прошлись ну да и монголы ну вот это все оттуда это вот прошло ну если честно будучи в Тольятти на Волге на гастролях женщины и девушки конечно там восхитительные совершенно слушай самые красивые вот где я вот это Севастополь потому что там всегда моряки из-за моряков всегда выходили красивые девки да вообще в России красивые девки везде на Волге да я была на Псковщине там тоже очень красивые девки там же немцы татары ну да 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 вот это все Украина вот это все там такого вот понамешано так сказать даже по воспоминаниям деда когда он лежал в госпитале в Казани так сказать он там уже тогда соответственно такая мама родившаяся так сказать в деревне с поэтичным названием пергумус вепского края где все Иваны Саши Коли Васи Вали Гали Тони Антонины так сказать Листо вдруг девочку называют Паиной зато как ее хорошо принимали в еврейской оперативе ну естественно потому что она занималась выжимым спортом активно в школе и несколько раз ломала нос то есть прямо вот и поэтому она шатерна если ты посмотришь на форму носа Володи вот это переносится то это вот мамин нос то есть он такой у нее и был не ломаный у мамы ломанный нос и соответственно девочка Фаина поэтому конечно когда она приехала темноволосая мы купили эту кооперативную квартиру как я тебе говорила она там на 85-90% она состояла Фаина как вас Адамовна Ивановна да когнитивный диссонанс мальчик светловолосый высокий белобрысый мальчик ее принимали как бы за свою а мальчик не свой совсем красивая версия о том что я был поменен где-то в Германии ну да когда он там в шортиках рассекал в гольфиках вот эти вот немецкие ну ты немец по тебе сразу я же сказал сразу под ляйцегом они стояли у них барнизон и когда он извиняюсь справил маленькую нужду на памятник Ленина он услышал горные овации со стороны местного населения памятник Ильичу он там с кепкой где-то там стоял нечто же сумняшись была справлена нужда мало все вокруг стали аплодировать а мальчик оказался русским более того из советского военного гарнизона и ничего как бы сделать ему нельзя было так нет немцы это приветствовали наши были сконфужены так сказать да папа был сконфужен с мамой а немцы аплодировали ну а кто что кто вплоть до полиции полиция этого комплексала ну а ну то есть как бы отношение к нам было там плохое к русским ну естественно выживаешь их расколол лишь одну нацию и я дрался наверное ежедневно причем с немцами причем я был слишком мало и никого никого не задевало так сказать то что подростки в 12 лет могли поколотить там пятилетнего ребенка легко причем нас могло быть двое или трое а их могло быть там 12-15 человек немцы когда я отдыхала с родителями в Прибалтике когда я с родителями отдыхала в Прибалтике в Литве Друскиненькаичек такой курортный город был очень интересный такая маленькая Европа внутри Советского Союза ну вот как и вся Прибалтика да слушайте я там ни разу не был не был ни разу я знаю что там очень красиво меня приглашали звали со спортзала там у нас одна девочка была с Юрмал она говорит сейчас там вообще красота в общем она обережная большая в общем отдыхали мы там вплоть до моего 16 ну нет до 14-летия и вот такой со стороны подростков прибалтийских литовских ну такой очень грубый был такой кавказский какой-то вот такой вот приколы такие вот по отношению к девушкам они же к немцам ближе все-таки изначально по менталитету ну собственно это ж они ж практически фактически одно ну да такой грубый кавказский флирт такой ну отвратительный слушай как тебе пауэр сколько вы уже живете вместе а я с ним не контактирую а он работает все время он работает а вероничка это ну просто пупсичек и все чем заниматься целыми днями я ей постоянно говорю или она будет учить испанский или потом она даже за деньги будут вопросы которые она не сможет решить не надо осмотреться не ну она вроде учит она показала я ей свою книжку скинул по которой я учу там идеально а ты мою методичку не потерял нет она лежит я по своей книжке я вот скачал это лучшая книжка еще советских как Карл себя ведет отлично но вчера он был немножечко на веселе а так прекрасно по моему он даже я сказала при появлении девушки он будет себя сдерживать по моему он даже курить в комнате да потому что они гордые очень испанцы они не ну шпага мы же помним да они не будут при женщине себя вести слишком нормально мануэль тоже нормально это что давай еще раз это это Надюшка лежала в больнице а меня выпустили когда сколько ты провалялся это было когда мы выписались из как это салют с почками первый раз а Надюшка легла сюда на нервной почке я помню она же ходила ее трухала я к ней приехал мы когда ее клали сюда все затянулось я так оголодал что думаю какое ты слово старорусское оголодал это наше обычное слово и я думаю в Карифур они еще работают здесь кафе я пришел сюда и глаза у меня разбежались а мне же нельзя было савланины и я такой сдувый такой давайте мне бакейронов с луком давайте мне там сосисок где-то картошка картошка сейчас а вот вот картошка вот она все это мне разогрела жареные кольца кальмара не брал это вообще шкварки а я взял салат вот такой картошку бакейроносы сосисочки тарта даманзана с яблочками си и и навалился я навалился а поскольку и пришел такой раздутый поскольку организм еще был непривычный меня там что-то дня через два у меня латышки оттекли от соли и мне запусть деления Борис Горзалис а мы не выйдем и не пойдем без масла ну нет пойдем Борис Гонзалис такой типу кипаса да я говорю я надморозился не знаю а он а он же думает от сучонок накидался ну да у меня эта отечность ну так не сразу вся прошла как пару недель то есть за ночь не прошла нет не прошла даже после первого после следующего диализа она не прошла ты посмотри-ка то есть тебе действительно значит да да а вот уже позже когда я уже так сказать вработался в привык так сказать то есть сейчас ты в принципе можешь закинуться да можно я не знаю не знаю